Ума-палата. Не зарплата, но дивиденды принесет. Добрый день, уважаемые слушатели. В эфире дискуссионная передача «Ума-палата» и я, ее ведущий, Владимир Сизов. Это передача для тех, кто задает вопросы и ищет ответы. Программа создана при участии Вятского интеллектуального клуба, неформального сообщества думающей интеллигенции нашего города. Сегодня мы решили обсудить, прямо скажем, не простую тему, а именно феномен доносительства. Для разговора об этом явлении я пригласил в студию юриста-консультанта, члена Общества защиты прав потребителей Дмитрия Александровича Галина. Здравствуйте. В российском обществе всегда негативно относились к тем, кто занимается доносительством. Доносчикам сядут, их бьют, могут даже убить. Тем не менее, доносительство очень развито во многих странах. Христианские церкви осуждают доносительство, потому что доносчиком был Иуда, ученик Иисуса Христа, который предал своего учителя за вознаграждение в 30 серебряников. Однако, несмотря на это, большинство государств поощряют доносительство. Считается, что более 80% преступлений раскрывается благодаря доносам граждан и сообщениям в дештатных полицейских информаторов. В 2018 году Министерство внутренних дел Российской Федерации даже издало приказ номер 356, который утверждает положение о том, как платить деньги гражданам за то, что они помогли раскрыть преступления и задержать преступников. То есть, по сути, как стимулировать доносчиков. И вот в связи с этим, наверное, Дмитрий Александрович, у меня такой вопрос. Вот вы лично, как юрист, как гражданин, как считаете, почему в нашем обществе такое негативное отношение к доносчикам, хотя государство нам против, стимулирует доносительство? Здесь, по моему мнению, негатив связан в первую очередь с развитием социально-культурной сферы нашего общества в последние 20-25 лет. Можно наблюдать ослабление цензуры после развала Советского Союза и в средствах массовой информации в различных культурных учреждениях, в том числе можно посмотреть контент, который предоставлялся объектами кинематографии. Очень сильно популяризировалась криминальная среда, в первую очередь. То есть, если мы вот поглядим, то фильмы, сериалы снимались таким образом, что преступники выставлялись в таком позитивном свете, что все очень хорошо. У них в то время, как государство и правоохранительные органы это выставлялось как нечто не совсем хорошее. Также здесь все это связано с тем, что, например, если мы посмотрим контент, который предоставлялся молодежи в плане, например, компьютерных игр, очень много компьютерных игр, где предлагалось играть за представителей криминальных субкультур, где, опять же, криминал выставлялся в таком позитивном свете. И, значит, помимо этого, также, как мне кажется, имело место быть ослабление патриотического воспитания со стороны государства, в том числе в образовательной среде. А по большому счету ведь что такое доносительство, когда мы видим его рост? Мы видим его рост, когда есть более тесное взаимодействие между человеком и государством, когда гражданин ощущает вот это взаимодействие, свою связь с государством. А в последнее время оно ощущается в меньшей степени. И вот это вот постоянное порицание, порицание обращения в правоохранительные органы, вообще в органы за защитой своих прав, оно, собственно говоря, и привело к тому, что сейчас слово «донос» и «доносчик» воспринимается, как правило, в таком негативном свете в нашем обществе. Не, ну государство поддерживает, в принципе. Ну и я все равно как-то не очень понимаю, ну а как так получилось, что общество живет по понятиям зоны? Я бы прямо не сказал, что мы по понятиям зоны живем, да, но опять же, ведь это складывалось не вчера. Вообще, если мы посмотрим исторически, любое государство всегда стимулирует институт доносительства, со стороны общества, государство это приветствует. Почему? Потому что одной из главных функций государства – это контроль. А нет ничего лучше, когда человек контролирует сам себя, когда люди друг друга контролируют. У государства вполне не хватает ресурсов для того, чтобы контролировать всех и каждого. К тому же, если мы обратимся к истории российского государства, особенно если мы посмотрим развитие вот этого института доносительства в период Советского Союза, очень же много было негативного в этом плане, то есть особенно в 30-е, 40-е годы, как известно, вот из открытых источников, очень было популярно доносить там на соседей и так далее. Ну да, за благи, за благах, так сказать, воспользоваться квартирой их, еще чем-то. Да, и ведь это воспринималось очень негативно. Вообще, в любом случае, сам по себе процесс доноса, он исключительно негативный. В плане, имеется в виду, вот в плане именно психологического отношения. Ну вот вы согласитесь со мной, что при этом вот сами получатели информации от доносчиков, ну, наверное, оперативные работники в первую очередь, да, как правило, не уважают своих информаторов, во всяком случае, судя по фильмам, которые мы можем видеть, относятся к ним как-то с презрением, как, нравственно, неполноценным людям. Так ведь нам это показывают? Да, нам это показывают именно таким образом. А на самом деле как? На самом деле здесь очень сложно категорично отвечать, то есть я думаю, там различные ситуации, но в целом нужно понимать, что сотрудники правоохранительных органов – это тоже часть общества. И если общество в целом относится к доносчикам негативно, то и сотрудники правоохранительной системы подсознательно, скорее всего, тоже могут относиться к этому, ну, не очень. А, ну, то есть это не, ну, то есть бессознательное такое отношение? Бессознательное такое. Хотя сознательно они должны вроде как бы это приветствовать, потому что это же помогает в их работе. Хорошо, то есть отношение, понятно, почему такое сформировалось. Давайте сейчас вот непосредственно о доносах. Вот можно их как-то категорировать по видам? Все ли виды доносительства являются безнравственными? И наоборот, существует ли такое информирование властей, там, или полицию о чьих-то преступных действиях, которые являются необходимым и даже нравственным? А доносительства, как считаете, больше пользы или вреда? И где тот водораздел, который превращает одно сообщение властям о чем-либо в донос, а другое в здравствственный гражданский подвиг? Ну, если мы будем изучать открытые источники по данному вопросу, на самом деле достаточно большое количество исследований проведено, что касательно доноса, и есть научно-популярная литература по данному феномену. Из открытых источников принято донос подразделять на профессиональный, бытовой и открытый. Профессиональный донос – это донос сообщения о каком-то неправедном поведении, например, внутри корпорации, либо здесь может быть профессиональным доносом, когда, например, конкурент устраняет таким образом другого конкурента своего, пытается вытеснить его с рынка, то есть осознавая какие-то у него нарушения, есть правила пожарной безопасности или санитарно-эпидемиологические какие-то правила. Бытовой донос достаточно очень распространенный – это доносы между частными гражданами, когда сосед доносит о чем-то на соседа, например, собаку выгуливают без поводка и без намурника. И открытые доносы – это доносы, которые произносятся публично, например, мы сообщаем об этом через средства массовой информации. Сегодня, например, я возьму и расскажу про какую-то организацию или человека, который ведет себя как-то неправильно. Лично я предпочитаю разделять доносы по следующему признаку. Вот относительно цели – донос совершается с целью навредить, либо донос совершается с целью защиты прав. А если заработать? С целью навредить. А чем же ты идешь, если ты зарабатываешь? Ну, смотрите, в результате любого заявления всегда кто-то страдает. Ну, да, я тут, наверное, неправ, конечно. Но ведь и тогда, когда защита своих прав, вы все равно тоже вредите другому человеку. Конечно, но тут важен какой момент. Если я защищаю свои права, то я делаю это от какой-то безысходности. Например, давайте приведу пример из практики. Подростки расписывают граффити подъезд. Я знаю, кто расписывает записи видеонаблюдения. Я знаю, что это подростки, которые ходят к моему соседскому мальчику. У меня нет желания прямого навредить мальчику, что, а, он плохой, я его сейчас накажу. Нет, я защищаю свое имущество. Мне не нравится жить в подъезде, которое разрисовано граффити. Я понимаю, что управляющая компания потом будет делать ремонт, будет делать ремонт, это в том числе за мой счет. И поэтому я обращаюсь в правоохранительные органы с целью защиты своих прав. А вот когда, например, мы вредничаем, то есть, например, мы с соседом не поделили парковочное место. И вот мне не нравится. Я считаю, что это мое парковочное место, хотя он не подписан. У меня две машины, у него одна машина. А он берет вот и занимает. Или переграждает. На практике было. Не поделили парковочное место. Один занял его, второй сосед приехал, перегородил ему путь. Тот утром, значит, кому перегородили путь, встал, посмотрел. Ах, ты так себя неправильно ведешь. Вызвал сотрудников полиции. Эвакуировали, значит, машину соседа. Его даже никто не позвал. И оштрафовали после этого. Ну, это что такое? То есть, нельзя было там, не знаю, попинять по колесу, в дверь ему сходить, постучать. Ну, вы же соседи. Нет, вот он решил его проучить. Он решил его навредничать. Ну, не знаю, даже вот вы такие примеры приводите, да, даже как к этому относиться. Потому что, может быть, я вот тут и встану на защиту того, кто вызвал полицию. И тот наверняка намеренно ему перегородил этот путь. Понятно, да. Он имеет право обратиться в правоохранительные органы. Но вот конкретно в той ситуации, да, это было сделано именно с целью проучить. Проучить, то есть навредить. Проучить или научить? Проучить, я думаю. Ну, чтоб не делал так больше. Вот так вот у них, допустим. Но он, в конце концов, не колеса ему порезал. Наверное, было бы хуже. Это же было бы противоправное действие. А доносы это всегда в рамках правового поля. А вот, знаете, еще вот вы не такой, я не знаю, относитесь к доносительству или нет, когда внештатные сотрудники полиции или штатные, ну, секретные, так называемые сексоты, работают на предприятии и так тихонечко, так сказать, сообщают, куда надо, о чем не надо. Вот на эту тему, сейчас вот, кстати, мне вспомнилось, в 2020 году была защищена диссертация именно, значит, о разделе доносов и информирования о преступлении. Мы можем это называть как угодно, но это в любом случае донос, потому что донос в старорусском праве это сообщение о преступлении. И вот сейчас, в принципе, ведь к этому отношение-то в праве не поменялось. То есть, если мы откроем уголовный кодекс, то у нас есть статья за заведомо ложный донос. То есть, имеется в виду, за заведомо ложное сообщение о преступлении. Поэтому, когда у нас работают сексоты, так называемые, да, то есть, не сотрудники, которые работают, оперативники, которые работают под прикрытием, то есть, занимаются разработкой предприятия, да, это в любом случае доносительство. Ну, давайте мы потом, попозже еще поподробнее поговорим на эту тему. То есть, я здесь хотел как раз услышать, я услышал от вас, что все-таки это доносы, да, вот. И можно я, чтобы нам дальше так взбодрить немножко, может быть, наши слушатели, вам провокационный вопрос задам. А вот вам лично приходилось доносить правоохранительные органы о чьих-то преступных действиях? Если да, то в каких случаях были ли потом для вас какие-то негативные последствия от таких сообщений? Как бы это ни показалось забавным, буквально сегодня утром я как раз написал донос. Вообще, в целом, за последние полгода я отправляю в неделю около шести, в среднем шесть заявлений в неделю. То есть, вы называете это заявлениями, но по факту это донос. По факту это доносы сообщения преступления, да. Сегодня вот я сообщил о фальсификации результатов оперативно-розыскной деятельности. Ну, расскажите поподробнее, что за заявления вы отправляете? Так, тут я, к сожалению, совсем полностью раскрывать не могу. Не-не-не, то, что такое, давайте не будем какие-то секреты какие-то открывать. В основном, в основном, те заявления, которые отправляются из-под моей руки или готовятся для моих клиентов, как правило, они связаны с деятельностью правоохранительных органов. Прокуратура, МВД делается это с целью защиты прав моих клиентов, да, как часть системы сдержек и противовесов. Это связано с превышением полномочий, как правило, либо с халатностью со стороны сотрудников, то есть, в таком вот ключе. Что касается последствий, персонально для меня пока не было еще ни разу. Но вот в отношении моих клиентов, да, были негативные пару раз последствия. В чем они выражались? В прошлом году, в прошлом году один из моих клиентов активно подавал жалобы на одного районного прокурора, не буду уточнять на какого, значит, и, к сожалению, прокуратура не знала, что с этим делать, но поскольку мой клиент был сотрудником одного из федеральных министерств, они решили этот вопрос очень просто. Прокурор позвонил в министерство и на моего клиента надавили сверху, надавили сверху, и он впоследствии, он отказался от подачи жалоб. Мы, к сожалению, его проблему так и не смогли разрешить. Другая ситуация была связана с тем, что, опять же, человек обратился с заявлением в правоохранительные органы за защитой своих прав, но вот... Ну, так интересно получается, что вы пишете заявление или доносы в правоохранительные органы на правоохранительные органы. А кто за ними? Ведь другие-то никто не может надзирать. Ведь это система наших органов государственной власти. Ну, я вообще не понимаю, например, прокуратура, она за всеми надзирает, а разве можно на прокуратуру куда-то еще и пожаловаться? Можно в вышестоящую прокуратуру. Ну, только по вышестоящей инстанции. Но тут, наверное, будет корпоративный принцип сами себя будут защищать своих или не всегда так? Это не всегда так. Это разрешается следующим образом. То есть мы подаем жалобу не на, допустим, помощника прокурора, не на законных действиях, а на его непосредственного руководителя, тем, что он попустительствует и не надзирает за ним. И он уже не будет его защищать. Понятно. Ну, давайте, так сказать, перейдем тогда немножко в другую плоскость. Вот российское законодательство, на мой взгляд, таково, что, в принципе, не только поощряет, но даже обязывает каждого гражданина сообщать в правоохранительные органы о любых ставших им известных фактах чьей-то незаконной деятельности. и за необещанное, скажем так, укрывательство преступления, то есть за недоносительство. В уголовном кодексе даже предусмотрена специальная статья. Статья номер 316, по которой недоносителю грозит крупный штраф или даже лишение свободы. Если в законодательстве некоторых стран, например, США у граждан есть право хранить молчание, то у россиян такого права нет. Есть только право не свидетельствовать против себя и ближайших родственников. Вот, по вашему мнению, справедлива практика принудительного доносительства под угрозой уголовного наказания? Или здесь законодательство перегибает палку? Я считаю, что вот данная ситуация, которая сложилась в нашем российском праве, она сложилась здесь не просто так. Что касается необходимости сообщения о преступлениях, имеется в виду, конкретизирую, я всегда ратовал и ратую за это. Я считаю, что если человек знает о том, что совершается преступление или на его глазах совершается преступление, он обязан сообщить об этом в правоохранительные органы. Эта обязанность предусмотрена нашей Конституцией. И вы, да, вы совершенно правы. У нас, по нашему национальному законодательству, у нас нет права хранить молчание. Мы обязаны всегда сообщать о преступлениях, но в определенных ситуациях можем не свидетельствовать. Не свидетельствовать против себя или близких, а не свидетельствовать против других граждан мы же не имеем права? В соответствии со статьей 51 Конституции, да. То есть, если мы можем не свидетельствовать против себя и своих близких, но против соседа должны. Обязаны давать показания, если нас спрашивают, если быть точным. Ну, а как, если человек не хочет этого, то есть, он все равно должен? Да. как? Ну, что-то мне вот не нравится такая позиция. Есть тут какие-то выходы из этой ситуации? Какой-то выход такой разумный? Нет, здесь нет никакого выхода. То есть, ну, почему? Вы можете прийти и сказать, я не буду давать показания, да, но тогда вас привлекут за это к ответственности. А если я скажу, что я не помню? Это уже показания? Ведь показания можно давать разным способом. То есть, можно прийти, встать, как это называется, в позу и сказать, я не буду давать показания. А можно прийти и начать давать показания, но давать их такими общими фразами, да, в том числе. Вот я не помню там из серии. А вот что вы видели вот в тот момент, допустим, вас спрашивают, вот вы там были, да, я был, вот что вы видели? Я наблюдал синее небесное небо, вот кирпичи, птички пели, помню, а вот все остальное не помню. И это уже показания. И я могу настаивать на том, чтобы их вносили в протокол. Я не отказывался давать показания, я просто рассказал то, что я помню. Да, такой интересный поворот, неожиданный. А вообще в вашей практике, вот как юристов, были какие-то факты, когда за, скажем так, недачу показаний или за недоносительство кто-то пострадал? За недачу показаний. Да, в принципе, в моей личной практике нет, но практики, в правоприменительной практике Российской Федерации есть такая практика. Даже в практике Кировского, вот именно города Кирова, скажем, по налоговым правонарушениям у мировых судей, как мне известно, есть практика, они привлекали граждан, которые отказывались давать показания в налоговых органах при допросе их в качестве свидетелей, ссылаясь на статью 51 Конституции, однако, поскольку якобы их допрашивали как директоров, значит, такая позиция, что вы должны давать показания. Вот как я просто сам проходил через эту ситуацию, что-то мне говорили, ну вот ты вот как физическое лицо, обыкновенный гражданин, вот ты можешь воспользоваться 51 статьей Конституции, а вот как директор ООО, ты не можешь воспользоваться статьей 51 Конституции. Я говорю, но директор это тоже физическое лицо. Сказал у меня, что раздвоение личности, что если я директор, это не я, или как мне к этому относиться, вот. Ну, в итоге мне разрешили. Ну, вот лично мне разрешили не свидетельствовать. Ну, потому что вы хорошо знаете ее студенцию, а другие, наверное... Их привлекали, штрафовали, да. Когда мне разъясняли, что мы будем вас... Что тут нужно делать? Ну, что сделал я? То есть, когда мне сказали, вот если вы сейчас воспользуетесь 51 статьей Конституции, мы вас будем штрафовать. Я обычно говорю в этой ситуации таким образом, а вы что угрызаете мне, значит, если я воспользуюсь своим конституционным правом, вот расправа юридическая какую-то, на этом настаивать. Слушайте, а вот вообще в каких случаях люди освобождаются от уголовного преследования за сокрытие информации от преступления? Ведь есть категории профессий, связанных с получением такой информации, которая, ну, вот она очень личная, но я имею в виду, давайте так, напрямую, это вот священники, есть такое понятие тайна исповеди, но ведь тайна исповеди это понятие, это религиозное, а как оно соотносится со светским проявлением, если человек священнику рассказал о преступлении и священник обязан доложить об этом, так сказать, правоохранительные органы? Ну, вообще, по действующему законодательству в понятие свободы, совести и вероисповедания, это конституционное наше право, входит вот таинство исповеди, это прямо закреплено в законе, значит, что касается священников, вот прямых указаний никаких, конечно, по этому поводу нет, то есть, как написано в законе, священник не может быть допрошен в качестве свидетеля по обстоятельствам, ставшим ему известным в ходе таинства исповеди, но нигде не написано, что он не обязан сообщить о преступлении, исследуя вот этой нормативной логике, он обязан сообщить о том, что, допустим, готовится преступление, где-то, например, ему сообщили о подготовке туристического акта, он обязан сообщить о том, что вот мне в ходе таинства исповеди стало известно, что готовится туристический акт, там-то, там-то, но не раскрывать кем, что и зачем, и после этого его не могут допрашивать в качестве свидетеля. А как быть с адвокатами, которые должны вроде бы защищать людей, которые уже совершили преступление, и в то же время они могут узнавать такие подробности, которые, так сказать, о которых не знают правоохранительные органы, они что, обязаны тоже докладывать? С адвокатами тоже очень такая интересная ситуация, во-первых, это миф про то, что они там должны до синей луны, как говорится, защищать своих клиентов, но что касается информации, если адвокат привлечен к уголовному делу, то есть начато предварительное следствие, он выполняет свои профессиональные функции, он действительно в действительности защищен профессиональной тайной своей адвокатской, и всю ту информацию, которую он получил от своего клиента в ходе предварительного следствия, он ее разглашать не обязан, это их с клиентом тайна. Подождите, вот слово не обязан, оно значит должен, обязан, значит, может, если захочет, а кто ему запретит? Другое дело, что как к этому отнесется потом адвокатская коллегия, это уже другой вопрос. Вопрос, как к этому отнесутся клиенты и другие клиенты? И другие клиенты в том числе, то есть у него прямого запрета на неразглашение этой тайны у него нет. У него есть в отношении него в уголовно-процессуальном кодексе ограничения, что он не может быть допрошен в качестве свидетеля по обстоятельствам, которые ему стали известны в ходе... А также как священник. Да, только в ходе профессиональной деятельности. Другой вопрос, что если к нему пришел человек, то есть дела уголовного еще нет, а к нему пришел и преступления, допустим, нет, а к нему пришел человек за консультацией, то есть что делать, вот как сокрыть это преступление. Вот об этом он обязан сообщить в правоохранительные органы. И очень важно знать, ведь задача адвоката в уголовном процессе не защитить своего клиента. Задача адвоката в уголовном процессе проследить за тем, чтобы его клиент получил наказание, соответствующее его деянию. То есть если у адвоката есть информация, которая не обладает правоохранительные органы, которая, по идее, отягощает вину его клиента, он должен об этом, по идее, сообщить. И это было уже даже в практике. Ну вот я сталкивался с такой ситуацией. То есть значит у нас население, в принципе, неправильно понимает, кто такой адвокат и его задачи. Правильно. У нас население неправильно понимает. А кто тогда вообще может защитить человека, ну скажем, виновного, ладно, пусть он будет виновный, потому что невиновного, это понятно, что адвокат все-таки должен защитить. А вот если виновный, но которого обвиняют с пристрастием, скажем так. Надо дать, знаете, надо оговориться. У нас есть адвокаты, которые всегда действительно стараются защищать до последнего своих клиентов. Такие адвокаты есть. И в Кировской области. И в Кировской области они действительно есть. Другое дело, что когда я объяснял их сдач, я ведь исходил из-за законодательства, которое у них есть. Адвокаты такие есть. Что делать людям, если они попали, скажем, в ситуацию, когда им навязан какой-то адвокат, назначен правоохранительными органами, или они сами ошиблись с выбором адвоката. Только один вариант. Во-первых, они всегда должны защищать себя сами. А во-вторых, менять адвоката. Понятно. Ну а вообще есть какие-то еще профессии или категории людей, которые вот так же, как вот с освященниками или с адвокатами, ну вот, не обязаны сообщать, но могут об обстоятельствах, ставших им известными. Давайте опять я тут маленечко откорректирую, да, которые не могут быть допрошены в качестве свидетелей. К таким относятся судьи, лицам, следователи по тем делам, по которым они вели производство. К таким лицам относятся арбитражные управляющие. К таким лицам в рамках налоговых споров относятся аудиторы. Вот примерно так. Все дословно не помню. Ну этого достаточно, я думаю, понятна перечень. Но вы знаете, есть о чем подумать, и вот давайте мы сейчас идем на короткую рекламу, чтобы как раз все улеглось, и люди могли подумать то, о чем сейчас было сказано. Добрый день, уважаемые слушатели, в эфире дискуссионная передача Ума Палата, и я ее ведущий Владимир Сизов. Тема сегодняшней передачи «Феномен доносительства». И мы продолжаем беседовать с Дмитрием Александровичем Галином, юристом-консультантом членом общества защиты прав потребителей. Ну вот мы до рекламы с вами говорили о разных в том числе видах доносительства, и я предложил стукачество выделить как бы в особый вид, то есть под стукачеством здесь понимается в том числе не только так по зову сердца те, кто так сказать доносит, а когда, ну не знаю, каждый оперативник, каждый оперативник, насколько мне известно, должен там любых силовых органов обязан просто создать свою агентурную сеть из людей, которых в народе и зовут стукачами, да, кроме официального штата сотрудников силовых органов существует целая армия внештатных сотрудников или штатных, но работающих под прикрытием так называемых сексотов, да, они также работают на полицию и другие органы по сбору для них информации, при этом они регулярно получают зарплату, у них даже идет стаж за то, что они стучат на коллег по месту своей основной работы, неужели сегодня при современном уровне технологии вот использование, скажем, прямо неблагодарного труда стукачей вот так актуально и ему нет альтернативы? Теоретически есть, но только теоретически, то есть на сегодняшний день у нас это не скрывается, существуют различные технические средства, которые позволяют контролировать людей ну вот к ним относятся допустим например мобильные телефоны, которые постоянно прослушиваются мы возьмем такой браузер Яндекс с ним невозможно отключить микрофон с этим ничего не сделать они будут постоянно писать но опять же вот эта вот ситуация она условно существует теоретически конечно есть если помните был такой пакет яровой принят который обязывал операторов хранить переписку не менее полугода но надо понимать что в настоящих реалиях нет возможности обеспечить каждого оперативного сотрудника необходимым оборудованием я не знаю на самом деле обеспечено не обеспечено эта информация засекречена но вот сколько я посещаю оперативников я не вижу там никакого специального оборудования более того я знаю что очень многие сотрудники оперативники да даже бывает за свой счет покупают принтерную бумагу для того чтобы печатать свои там документы рапорты кроме того нужно помнить о том что ведь на всякое действие правонарушители придумывают противодействие то есть например есть такая луковичная браузерная система которая не позволяет даже отследить IP адрес это что такое ну давайте не в целях рекламы существуют такие браузеры при использовании которых активизируются компьютеры всех участников которые запустили этот браузер и когда вы отправляете запрос запрос идет не напрямую через сервер а запрос идет через там условно 100 компьютеров по всему миру то есть такая луковичная система и отследить откуда произошел запрос невозможно конечно опять же насколько мне известно это вот не такие сейчас популярные VPN или VPN это не VPN это браузеры Tor сфера безусловно эти проекты контролируются спецслужбами вот и насколько мне известно даже сотрудники ну оперативники допустим МВД они тоже себе поставили это на службу вот эту систему и активно там проводят различные контрольно-закупочные мероприятия ну потому что с этим же надо что-то делать но тем не менее вот факт остается фактом это есть и несмотря на то что сейчас на все средства которые сейчас существуют без агентурной сети очень-очень сложно причем в истории России был прецедент когда была попытка отказаться от агентурной сети это были 20-е годы прошлого столетия чрезвычайная комиссия отказалась от агентурной сети поскольку к этому тогда тоже очень сильно относились негативно так как они ну агенты доносили на революционеров да было такое негативное такое отношение но в начале 20-го года было принято решение чрезвычайной комиссии возврату к этой деятельности вот к сожалению не заменить их плюс ведь они достаточно оперативно работают и оперативно предоставляют информацию ведь сотрудники правоохранительных органов должны работать не только постфактум они ведь должны предупреждать преступление ведь на самом деле и опять вот смотрите вот это связано с негативным отношением к доносчикам да мы всегда видим работу оперативников только уже ну вот когда совершилось преступление нам ее освещают вот было совершено преступление оперативники работают значит вот следственные следователи там следственный комитет подключился к этому вот результат а а сколько преступлений не предотвратили о которых мы даже не знаем ведь они же каждый день что-то делают ну да вот особенно с терактами связан очень много предотвращается благодаря как раз работе этих агентов но вот бытует мнение что на каждом более-менее крупном предприятии или стратегически важном учреждении ну объекте скажем так обязательно есть сексот а то и не один то есть секретный сотрудник каких-то органов ну в просторочии штукач вот что делают руководители организации или предприятий который случайно узнал кто в его организации стучит надо ли его увольнять или как с ним поступить вообще здесь конечно каждому нужно решать самостоятельно но я считаю так если организация не совершает ничего криминального то собственно говоря и переживать не очень допускай передают но я знаю что есть такие вот руководители директора которые вот категорически против ну неприятно же знаете правда вам наверное другого привил да ты уволишь а пришлют же другого я вот думаю что тут лучше ничего не советовать самое главное не нарушать не нарушать да то есть вот я знаю точно что периодически у меня читают переписку в моем телефоне правосотрудники правоохранительных органов я нисколько не возражаю пускай читают а может это фантазии ваши да нет ну ладно пусть бывает бывает но тем не менее ну не жалко ну читайте я ведь ничего не не совершаю криминального ну а вообще ну не знаю сталкивались вы так с реальными этими стукачами или нет а как становятся стоими что это вот зов сердца или человек попадает в какие-то сети расставленные оперативными работниками вас не пытались вербовать как этого избежать значит лично меня вербовать не пытались однако были разговоры о привлечении меня в качестве консультанта по административно правовым вопросам более того ко мне неоднократно обращались сотрудники федеральной налоговой службы за консультациями по судебно-административным спорам я помогал действительно разбираться в этих делах но у меня есть клиенты которых которые попадали в зону интересов оперативных сотрудников и очень сильно за ними надзирали и пытались завербовать здесь во-первых это связано с тем что возможно вы можете руководить предприятием частной какой-то организации которая обладает необходимой информацией оперативной например сейчас есть предприятия связанные с создачей налоговой отчетности вот эти бухгалтерии на аутсорсинге у них же там они обслуживают там от 50 до 100 предприятий и больше да это же такая база то есть ну вот грех не воспользоваться конечно грех не воспользоваться да и здесь то есть ваша рекомендация быть поосторожнее с этими с аутсорсинговыми предприятиями да нет зачем работайте спокойно уже не нарушаете законодательство собственно говоря просто вопрос-то был в том как могут что может побудить правоохранителей да завербовать то есть завербовать может побуждение может быть наличие какой-то информации допустим ведь помимо государственной тайны существует коммерческая тайна промышленная тайна да вот может если помните был конфликт в свою бытность с телеграмом да то есть пытались получить ключи шифрования я уверен что тогда активно пытались завербовать кого-то из сотрудников компании для того чтобы они передали эти ключи потому что ну у государства есть свой интерес государство ведь занимается обеспечением безопасности и нам как простым обывателям далеко не всегда понятны действия правоохранительных органов почему они поступают так или или эдак другое дело что нам постоянно преподносят это под таким соусом что они это делают зачем-то вот именно вот вот что плохо хотят сделать что вот хотят какой-то бизнес отобрать допустим или нажиться на чем-то в этом проблема то основная а если вас вербуют я боюсь что вы ничего не сможете с этим сделать вас завербуют то есть если надо будут им найдут возможность да конечно ну давайте напоследок еще о возвышенном вот мне кажется ли вам что от доносительства до предательства родины один шаг и в первом во втором случае ведь гражданам платят деньги за информацию разница лишь том кто платит государство стимулируя гражданам к доносительству на мой взгляд вот разрушают их нравственные принципы а когда моральные нормы перестают работать то у человека исчезают те внутренние убеждения которые удерживают его от торговли в том числе и секретами родины то есть от предательства как он такое мнение ну вы знаете для того чтобы торговать секретами родины этими секретами надо обладать во-первых во-вторых наука социология юриспруденция это часть социологии нам говорит о том что в каждом из нас сидит преступник и соответственно человек который вдруг обладая секретами родины готов уже их продать он их продаст независимо от того стимулирует государство каким-то образом к этому или не стимулирует ведь надо задуматься вот о чем почему государство платит за доносительство ведь они же ну не просто так это делают потому что ну видимо доносят мало надо как-то простимулировать а уровень доносительства он возрастает тогда когда человек чувствует свою связь с государством и вот сейчас в нашем обществе по крайней мере я наблюдаю что люди не чувствуют свои связи с государством растет уровень правового нигилизма недоверия к государству и поэтому государству что-то нужно делать потому что ведь очень часто государство защищает наши с вами интересы поэтому я не думаю наоборот скорее всего я считаю что здесь нужно усиливать пропаганду усиливать патриотическое воспитание повышать уровень доверия граждан к правоохранительным органам в первую очередь ведь потому что да там бывают отрицательные личности но они есть везде пропаганда правоохранительных органах у нас по каждому каналу телевидения все фильмы 80% на скидку только о правоохранительных органах это недостаточно этого этого недостаточно а что у нас происходит в образовании у детей ведь например я ничего не имею против Льва Николаевича Толстого великий писатель но его произведения они стимулируют правовой нигилизм это нужно как-то ну с этим нужно что-то делать то есть ведь недостаточно вот одних фильмов все-таки ну ладно передача у нас к концу потихонечку подходит и давайте в заключение по нашему традиции порекомендуйте нашим слушателям какую-то ну скажем популярную или научно-популярную литературу связанную с темой нашей сегодняшней встречи ну что можно здесь порекомендовать это психология стукача Гарин ИИ автор антикорпоративная культура под халимаш стукачество есть такое хорошее произведение Лапина написала его ДА и очень хорошее произведение недавно было опубликовано Владимиром Макариным стукач мировой архетип ну прекрасно ну на этом мы заканчиваем нашу передачу надеюсь вам было интересно есть о чем подумать я прощаюсь до новых встреч до свидания до свидания ума палата до свидания до свидания до свидания Продолжение следует...